Легкую атлетику не зря называют королевой спорта. Как и любой царствующей особи, ей не чуждо высокое искусство. В прыжках в высоту эту роль выполняет музыка. За 13 лет проведения Кубка Москвы по прыжкам в высоту под музыку выросли не только результаты, изменились технологии. Все начиналось с нехитрой аудиоаппаратуры и кассет. Сейчас на соревнованиях работает модный диджей. Раньше мы могли заказывать и приносили свои диски, а последние два года диджейки попадет, не попадет. Никаких предпочтений нету, потому что я играю и не смотрю, какие спортсмены бегают и что они там делают. Олимпийский чемпион Сиднея Сергей Клюгин почетным гостем соревнований становиться не спешит. Он на работе. В секторе для прыжков двое подопечных. Жена Виктория и лидер мирового сезона Иван Ухов. Сомнений нет, в крайнем случае поможет музыка. Проверена на себе. Музыка все-таки заводит весь зал, значит и спортсмена. Самое главное, что энергетика зала должна быть всегда. Из-за этого заводится сам спортсмен, он показывает очень большие результаты. Среди девушек борьбы не получилось. Виктория Клюгина стала единственной, перед кем не дрогнула планка, на высоте метр девяносто четыре. Два метра Виктория штурмовала трижды, но тщетно планка предательски падала. Просто после двух метров уже, наверное, все по-другому складывается. Вот внутри у нас, у спортсмена, у девушек и соль. Поэтому мне очень хотелось, я никогда не прыгнула. Всегда к чему-то нужно стремиться, я к этому стремлюсь. Может быть не два, может быть выше получится, я не знаю, я очень хочу. Не расстроились и сестры Кунцевич, покинувшие прыжковый сектор первыми, причем синхронно. Говорят, и проигрывать, и побеждать могут только вместе. Мы много лет живем вместе, и многие вещи делаем одинаково. Да, у нас даже голоса похожи. Наверное, в прыжках мы тоже чем-то похожи. Мы даже иногда друг другу одновременно звоним. Вот поэтому одинаково и прыгнули. В соревнованиях мужчин ждали дуэли между чемпионом мира Вячеславом Ворониным и обладателем лучшего результата сезона Иваном Уховым. Глядя на то, как Иван с дециметровым запасом берет 2.27, сомнений не остается, явный фаворит. Для Вячеслава такая высота оказалась выше летного потолка. Ухов берет 2.30 и готовится почивать на лаврах. Процесс прервал фантастический по эмоциональности полет Алексея Дмитрика. 2.30 и планка поднимается еще на 3 сантиметра. По словам специалистов, 2.33 – это гарантированный пьедестал на чемпионате Европы. Но ни Ивану, ни Алексею эта высота не покорилась. Благодаря меньшей сумме попыток победу одержал молчаливый Иван Ухов. Интервью спортсмен не дает принципиально.